Пророчество святого Малахия. Из цикла Тайны древних пророчеств. В северной Ирландии, в городе Арма, в 12 веке жил архиепископ Малахия, сетающийся святым в католической церкви. Ему приписывают пророчество, сделанное им и касающееся всех будущих пап римских, начиная с Целестина II, избранного в 1143 году, и вплоть до последнего, некоего Петра Римлянина. Святой Малахия написал 112 коротких описаний на латыни, в конце которых он предсказал после правления последнего папой страшный суд и разрушение города на семи холмах. В 1139 году Малахия приехал в Рим на аудиенцию к папе Иннокентию II. Во время его пребывания в Ватикане ему было видение будущих понтификов, а также лжепап, поэтому по возвращении в Ирландию он записал все увиденное на латыни и послал эту рукопись папе. Иннокентий положил документ в секретные архивы Ватикана, где он находился до конца XVI века. В 1595 году французский монах-историк Арнольд Вион нашел рукопись и опубликовал ее в своей книге об истории Ордена Бенедиктинцев, которому он принадлежал. Однако, Вион не объяснил, как он нашел документ и где находится его оригинал. Подлинность пророчества Малахии сразу же поставили под сомнение представители всех религиозных орденов. Причиной для подозрений явилось то, что источник, подтверждающий существование этого документа, не появлялся на протяжении четырех столетий. Большой друг ирландского архиепископа и его современник, французский теолог Бернард де Фонтен, написал его подробную биографию, но даже не упомянул о пророчестве. На протяжении последующих веков историки продолжали ставить под сомнение содержание рукописи. Сначала описание Малахии до сегодняшних дней известны десять антипап, но пророк указывает только двоих, остальных восемь относят к папам. В 1557 году ватиканский библиотекарь и историк написал церковную хронологию, в которой допустил некоторые геральдические и биографические ошибки. Спустя почти сорок лет в опубликованном пророчестве Малахии обнаружились те же самые ошибки, якобы допущенные ирландским архиепископом несколько столетий назад. Гипотезу о подделке выдвинули и на основании того факта, что предсказания для пап, живших до конца 16 века очень точны, а все последующие весьма расплывчаты. В то время жанр пророчества был в моде и мог использоваться, чтобы повлиять на исход конклавов или для получения экономической выгоды от кандидатов. Многие историки выдвигали гипотезы, что документ был подготовлен много позже, например, во время конклава 1590 года, чтобы повлиять на его последствия. Тем не менее, работа Виона, первым опубликовавшего пророчество Малахии, имела большой успех. В последующие века многие церковные деятели в своих книгах упоминали, обсуждали, интерпретировали и ссылались на тезисы ирландского архиепископа зачастую короткие сообщения пророка Малахии о папах являлись своего рода головоломками или игрой словарей. Например, о папе Франциске сказано, что он будет сидеть во время последнего гонения на священную римскую церковь. Последний тезис Малахии касается того, кто придет после Франциска, а именно, Петр римлянин среди многих невзгод будет пасти стадо. Когда они кончатся, будет разрушен город на семи холмах, и будет судить свой народ страшный судья. Таким образом, реальное или вымышленное пророчество указывает на то, что череде пап рано или поздно суждено будет закончиться. Неясно, будут ли последнего папу звать Петром или Петр римлянин, означает лишь Папа Римский. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Жаш Клаб и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.